Привет, у микрофона Саша, и я очень рад вас видеть на канале Apple Explosion. 9 сентября Apple выпустила iOS 14 Beta 8. Мы всё ближе и ближе к релизу, поэтому в этот раз я решил тщательно изучить обновления. Уже несколько дней я активно тестирую эту сборку и готов рассказать вам, что же в ней нового. Какие баги исправили, какие добавили. Как она работает по сравнению с iOS 13 7. Что там с батарейкой? Может Apple к 8 бете наконец-то взялась за активную оптимизацию? Ну и конечно же, стоит ли обновляться на эту прошивку? Также в этом видео я отвечу на вопрос, который интересует реально всех. Когда же выйдет финальная версия iOS 14? И мы ещё раз пройдёмся по вопросу, когда же выйдет iPhone 12, потому что после прошлого видео у многих возникли вопросы и многие меня не так поняли. Обязательно смотрите до конца, чтобы не пропустить самое интересное. Огромное спасибо за вашу поддержку в виде лайка и комментария. Это единственное, что даёт мотивацию делать видео дальше. В бета 7 PDF файлы в Safari не отображались правильно. В некоторых случаях они вообще не загружались. Восьмая бета исправляет это. Ещё в бета 7 была проблема с виджетом Apple Music. Он не обновлялся. Бета 8 тоже исправила эту проблему и теперь тут постоянно меняются песни. Если вы переписываетесь в iMessage, то вы заметили, что в бета 7 иногда пропадали сообщения от отправителя. В бета 8 эту проблему пофиксили. Вероятно, iOS 14 бета 8 это последняя из бета-версий iOS 14 перед запуском Golden Master сборки. По словам компании, в этой сборке они сделали большой акцент на оптимизацию и доработку прошивки до ума перед релизом. Сейчас проверим, удалось ли им это сделать. Размер обновления на разных устройствах составляет от 100 до 150 мегабайт. А это значит, что по идее никаких серьёзных изменений тут нет. Как и в случае с каждым обновлением, я копаю очень глубоко под поверхностью прошивки. Всё это для того, чтобы узнать для вас, что в ней нового. Зачастую это занимает очень много времени, потому что я реально должен убедиться в том, что отыскал все изменения. И мне всё-таки удалось найти одно изменение в последней бете. Наконец-то нормально заработала возможность смены браузера и почтового клиента по умолчанию. Например, вместо Safari теперь можно поставить Chrome или Яндекс, а вместо стандартной почты клиент от Spark или Gmail. Но пока что не всё так хорошо, как хотелось бы. Фишка уже доступна, но для её работы разработчики браузеров и почтовых клиентов должны обновить свои приложения. Допустим, Chrome уже обновили, и его можно поставить в качестве браузера по умолчанию. Как же сменить приложение по умолчанию в iOS 14 Beta 8? Всё очень просто. Убедитесь, что у вас стоит последняя версия программы, которую вы хотите использовать по умолчанию. Открываем настройки и листаем вниз, где находится список всех наших приложений. Тут находим прогу, которую хотим поставить в качестве стандартной. Нажимаем на неё, и после чего выбираем приложение браузера по умолчанию. Меняем Safari или почту на другую программу. Максимально просто, быстро и удобно. Как же давно этого не хватало в iOS? Ставь лайк, если согласен со мной. Производительность восьмой сборки почти такая же, как и у седьмой. В прошивке плавная работа интерфейса, но некоторые сторонние приложения загружаются на долю секунду медленнее, чем на iOS 13.7. И тут капал вопрос, вы уже вторую бету подряд фокусируетесь на производительности и оптимизации? Но при этом iOS 14 реально отстаёт от iOS 13.7, а релиз 14 системы как бы на носу. А она ещё и реально не готова к массовому запуску. Но в целом, как для беты, выглядит достаточно неплохо. Когда дело доходит до теста в бенчмарках, заметны проблемы на iPhone 8 и XR, особенно в многоядерном тесте. На iOS 13.7 с этим всё в порядке. HTML5 тоже плохо работает на iOS 14. Все тесты показывают более низкие результаты на всех устройствах. С батарейкой ситуация такая же, как и на бета 7. Садится быстрее, чем на iOS 13.7. Результаты полного тестирования батарейки я совсем скоро опубликую в своём телеграм-канале по ссылке в описании. Поэтому обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить. Ещё в телеге только самые красивые обои, свежие новости из мира Apple и полезные команды для серии. Поэтому реально жду каждого, друзья. Ставить или нет? Если вы сидите на 14-й бете, то конечно же ставьте восьмую сборку. Она фиксит прошлые баги и за несколько дней тестирования показала себя не хуже, чем седьмая бета. Но если вы сидите на релизе iOS 13.7, то я не рекомендую ставить восьмую бету. Конечно, можете рискнуть, если для вас не важна производительность и нормальная работа батареи. А сейчас, друзья, мы разберёмся с самым главным вопросом. Когда же выйдет официальный релиз iOS 14? Ведь мы все уже заждались нормальной стабильной сборки. Обычно дату очень просто угадать. Ведь Golden Master версия новой системы выходит обычно в день презентации новых iPhone. А через неделю после презентации выходит сам релиз для всех юзеров. Но этот год стал исключением. Ведь есть информация от надёжных источников, что iPhone 12 не покажут на презентации 15 сентября. Мы уже обсудили эту ситуацию в отдельном видео. И многие просто меня не так поняли. Я сам надеюсь, что новые айфончики выйдут 15 сентября. Но, к сожалению, в этом, таком сложном году, появилась вероятность того, что их выход перенесут. И я просто должен был рассказать вам об этом, чтобы в случае, если их не покажут 15 сентября, вы не сильно расстроились. Говорят, что для новых смартфонов Apple решила сделать отдельную презентацию в октябре. И такой вариант реально возможен, потому что это совершенно новое поколение айфонов. И, возможно, Apple всерьёз хочет сделать отдельный ивент для такого события. Учитывая все эти факты, у нас есть несколько вариантов, когда Apple может выпустить iOS 14. Первый, конечно же, самый ожидаемый. Это 15 сентября. В этот день Apple 100% покажет новые Apple Watch 6 и iPad Air 4. И вполне после презентации компания может выкатить Golden Master версию iOS 14, чтобы порадовать юзеров и не было сильно печального настроения из-за того, что выход новых айфон перенесли. Apple по-любому хоть что-то, но скажет про новые айфонные презентации. Может покажет какой-то тизер или как-то намекнёт, что они совсем скоро выйдут. Поэтому я думаю, что Golden Master версию iOS 14 точно стоит ждать 15 сентября. А вот айфоны остаются под вопросом. Именно Golden Master версия становится релизом через неделю после выхода. Даже если Apple удастся показать новый айфон 15 сентября, то в продажу они поступят точно не раньше октября. Эту инфу компания сама подтвердила. В таком случае новые модели айфон, скорее всего, будут поставляться с чем-то вроде iOS 14.1. Ну а iOS 14 в этом году выйдет без новых айфон. Также есть чуть менее вероятный вариант развития событий. Но он тоже вполне возможен, потому что на данный момент 8 бета не показывает уверенную производительность. Системе, как по мне, ещё нужно несколько бета-версий для того, чтобы показать реально стабильную работу. А если верить в первую версию развития событий, то Golden Master версия выйдет уже через несколько дней в этот вторник. И как по мне, это всё очень странно. Не думаю, что Apple удастся за одну сборку вывести iOS 14 на должный уровень работы. Поэтому, друзья, в этом году аналитики не зря сформировали вторую веть развития событий. Ведь всё-таки есть вероятность того, что iOS 14 и iPhone 12 реально перенесли на отдельную презентацию в октябре. Если Apple не готова к релизу, они не будут его делать ради галочки. Это не в стиле данной компании. В общем, дата выхода iOS 14 это либо 15 сентября, либо в октябре. А как думаете вы, когда же ждать новую систему и айфоны от Apple? В октябре или в сентябре? Обязательно пишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать ваше мнение. Самые интересные комментарии я, конечно же, лайкаю и отвечаю на них. В любом из случаев до презентации осталось недолго. Поэтому скоро мы точно всё узнаем и наконец-то все точки расставятся над «и». Ну а чтобы не пропустить свежие новости, обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Тогда вы первыми узнаете, вышли новые айфоны и iOS 14 или их перенесли на октябрь. Огромное спасибо, что досмотрели до конца. Я пошёл дальше для вас делать годный контент. Думайте иначе. Пока.